Уважаемые коллеги, давайте сначала, как всегда, проверим, слышно ли меня, есть ли связь, все ли хорошо со звуком. Ага, спасибо, увидела огонечки, увидела плюсики, спасибо большое. Ну тогда давайте приступим к сегодняшнему нашему вебинару. Сегодня тема нашей встречи – это веб-квест. Поговорим о том, что это такое и как веб-квесты можно создавать с помощью не очень сложных и, главное, бесплатных онлайн-инструментов. Вообще понятие квеста пришло к нам из компьютерных игр, где квестом называлось какое-то путешествие по маршруту, исследование мира, где главный герой не только исследует мир, но и выполняет какие-то задания, решает головоломки, задачки, получает за это артефакты, разные баллы, вознаграждения и тому подобные вещи. Интересный, необычный сценарий очень быстро перенесли в реальную действительность и сейчас квесты проводятся в большом количестве в разных форматах и видах. Наверняка вы хоть раз участвовали в квесте, ну или хотя бы видели их, или знаете, что это такое, а может быть и сами его проводили. Если так вкратце пробежаться, то квесты достаточно разные бывают по своему составу. Очень коротко просто перечислю, что понимаются под квестами. Есть так называемый escape room, ну или по-русски говоря, это квест, в котором нужно выбраться из комнаты. Квест-комната, комната-запертое помещение, где участники, используя подсказки, какие-то ключевые слова, находки, которые находятся в комнате, всякие вспомогательные средства, первая задача выбраться из комнаты. И, как правило, они ограничены при этом во времени. Второй квест, так называемый живой квест, это проводится в большом количестве в школах и в библиотеках. Ну, например, здесь не обязательно искать откуда-то выход. Игроки выполняют какой-то сценарий, спасают вселенную, ищут какие-то сокровища, расследуют детективный, какой-нибудь детектив, что там еще защищаются от темных сил. В общем, все зависит от фантазии организаторов. Квест-перформанс, в отличие от обычного живого квеста, здесь, кроме самих участников и ведущего, которые им там дают какие-то подсказки, здесь работают уже профессиональные актеры, которые появляются в нужные моменты по сценарию, помогают игрокам или наоборот их запутывают, мешают. Это можно использовать в детских, например, квестах, такие вот игры по станциям, когда участники двигаются от одной станции к другой, встречаются с разными сказочными персонажами. Обычно перед Новым годом такие квесты проводят, и они загадывают разные загадки, или наоборот там мешают им выполнять какие-то задания. Экшн-игра – это игра, где сочетаются задания на логику, на соображения, на какие-то мыслительные действия и спортивные соревнования. Экшн-игра, как правило, на открытом воздухе проходит. Ну и, наконец, Морфеус-игра – это игра, которая проходит в воображении, игрокам завязывают глаза на протяжении всей игры, и вот здесь, как в перформансе, есть актеры, есть ведущие, которые с помощью звука, с помощью специального сценария погружают в атмосферу игроков и создают такую вот загадочную ситуацию, в которой тоже надо решать какие-то задания, которые подсказывают ведущие. Немножко веб-квест в этом списке стоит особняком, потому что исследователи, ученые, люди, которые пытаются научным образом его описать, так особо и не пришли к общему мнению, что же считать веб-квестом. Одни ученые считают, что веб-квест – это проблемное задание или ролевая игра. Для выполнения задания необходимо использовать информационные ресурсы интернета, то есть в центре какая-то проблема или ролевая игра. Такое довольно серьезное определение. Второе определение более широкое и чаще всего используют именно его. Веб-квестом называют игру, которая состоит из нескольких этапов и которую создали с помощью онлайн-сервисов и разметили в сети интернет. Собственно, вот на это определение мы, наверное, и будем опираться, хотя о проблемных заданиях, о ролевых играх я тоже немного скажу, но уже ближе к концу вебинара. Как еще классифицируют веб-квесты? Они бывают долгосрочные, особенно если там какие-то проблемные задания действительно заявлены в качестве выполнения. То есть участники не просто там отвечают на вопросы викторин, а исследуют проблему, погружаются, пишут какую-то работу, создают какой-то ресурс и так далее. Чуть ли не до года может быть, но, как правило, это несколько недель. И краткосрочные – от одного часа и до нескольких дней максимум. Мы с вами начнем с краткосрочных, из тех, которые создаются быстро и которые можно использовать тоже в течение ограниченного периода времени. Веб-квесты используются и в школе, и в библиотеке. Долгосрочные, как правило, используются для проектной деятельности, чтобы немного ее разнообразить, насытить какими-то новыми красками, сделать более увлекательной. А в библиотеке-квесты, как правило, это альтернатива традиционным играм и викторинам. Используются на каких-то больших комплексных мероприятиях, типа «Библионочи», для создания интересной, необычной атмосферы и превращают викторину в настоящее действие. Ну, давайте посмотрим. Собственно, это такая небольшая ремарка перед началом. Начнем мы с квестов, которые создаются в стиле минимализм. Как правило, в этих квестах все задания заранее открыты, то есть участник выбирает какие-то задания, выполняет их, набирает очки, собирает ключевые слова, и потом с помощью этих ключевых слов или набранных очков он зарабатывает победу или отправляет эти ключевые слова организаторам или составляет из них какую-то фразу. В общем, так или иначе, все заканчивается победой. Здесь задания на скорость, может быть, еще, когда участвует несколько команд. Ну, давайте, в общем, посмотрим, как это все на действии происходит. Начнем мы с самого простого, с сервисов, которые русифицированы, отечественные технологии, что они нам предлагают. Ну, начнем с сервиса интеракте. Итак, сервера сервиса, в том числе, находятся на территории России, штаб-квартира в Москве. Вернее, нет, юридический адрес в Москве. Итак, сервис интеракте. Что это такое? Вот перед вами пример квеста. Это задачка, состоящая из нескольких этапов, как вы видите, из 9 вопросов. Каждый вопросик здесь называется квестом. Решается все достаточно быстро, это очень небольшой квест по своему времени. Задачка – открывать вопросы, можно их делать в любом порядке, как захочет игрок, а можно вот по порядку, как они пронумерованы, и отвечать на вопрос. Как только ты правильно ответишь на вопрос, открывается сектор карты. Внутри этого квеста зашифрована карта. На карте может быть обозначено, например, место, где спрятано сокровище, или подарок какой-нибудь, или другой приз, который получит игрок, когда откроет карту полностью. Таким образом, участники отвечают на вопросы, получают какую-то карту. И, собственно говоря, с помощью этой карты потом уже находят свои призы. Как это все работает? Работает все достаточно просто. Нам нужен шаблон, который называется «Поиск сокровищ». Выбираем количество вопросиков в нашем игровом поле. Здесь их от 4 до 9 может быть. Если игроки маленькие, можно ограничиться четырьмя. Если более взрослые ребятки, то можно выбрать 9, например. Выбираем формат игрового поля, как будут подписаны карточки, и переходим непосредственно в раздел, который называется «Квесты». В квестах мы указываем сам вопрос и обязательно так называемый секретный код для открытия ячейки. Вот он. Это правильный ответ, как вы догадались наверняка. И для красоты можно добавить еще картинку. Дополнительно здесь есть такое поле, которое называется «Ссылка». Сюда можно ставить ссылку на веб-ресурс, где участники могут найти ответ на этот вопрос, так называемую подсказку. Таким образом мы привлекаем ресурсы сети интернет, и участники могут еще дополнительно найти ответ на этот вопрос. Допустим, это будет ссылка на электронную библиотеку, где есть эта книга, и где можно подсмотреть правильный ответ. И таким образом мы каждый квест заполняем. Вот они у нас здесь с левой стороны все обозначены. Ну и в конце нам необходимо загрузить, собственно, карту с сокровищами. Я загрузила просто карту путешествия Капитана Гранта в таком формате в виде картинки. И, соответственно, поздравление игроку, что квест пройден успешно. Что здесь еще можно сделать, кроме того, что написать поздравление? Можно дать, например, ссылку на веб-ресурс, где участник может получить свой приз. Или объяснить ему, куда ему нужно подойти, чтобы получить свой подарок. Или какую-то другую обратную связь, которую вы придумаете. Все это обязательно сохраняем, публикуем, получаем ссылку. Этой ссылкой можно делиться со своими участниками. Либо открывать на компьютере эту игру, либо рассылать по электронной почте, чтобы участники поиграли в нее дистанционно. Вот так это работает. Достаточно иметь только набор вопросов, и буквально минут за 20 у вас уже все получится. Другой вариант называется сервис Joyetech. Это тоже отечественная разработка. С помощью этого сервиса можно создавать квесты в формате «Выберись из комнаты». Escape Room. Вот пример сейчас на экране вот такой. В чем суть? Вы попадаете внутрь локации, в которой можно все двигать. В чем суть? Надо найти вопросы. Они здесь спрятаны. Они могут спрятаться за картиной, за шторой, на диване. Вот тут выглядывает какой-то кусочек бумажки. Наверняка там что-то написано. Плюс дополнительно выполнять какие-то несложные задания. Например, у нас здесь кошка сидит, и корм для кошки. Соответственно, нужно ее, скорее всего, накормить, чтобы открыть задание, на котором она сидит. В общем, таким образом надо найти все вопросы, на них правильно ответить. И после того, как все вопросы будут отвечены верно, открывается код, вернее, открывается дверь, и мы выходим из комнаты. Квест закончен. Как создаются такие квесты? Естественно, тут тоже есть шаблон. Для начала нам нужно выбрать локацию, в которой будет разворачиваться событие. Часть локации платная. Можно приобрести платную подписку, если вам такая история интересна. Если нет, то можно сначала просто попробовать. Внутри все комнаты поделены по категориям. Есть категории, отмеченные желтеньким, зелененьким и красным. Красным – это самый сложный вариант. Там или вопросов много, или подсказки спрятаны так хитроумно, что их, может, и не все найдут. Самые простые локации обозначены зеленым цветом, ну, а желтый – это такой промежуточный вариант. Рядышком написано, сколько количества вопросов в каждой локации – от 3 до 8. Далее, после того, как мы выбрали нашу комнату, дальше от нас просто требуется заполнить вот такую форму, где 1, 2, 3, 4 – это задание, а слово «выход» обозначает поздравительную надпись, которая появится, когда участник дойдет до конца и ответит на все вопросы. В качестве заданий используются открытые вопросы, где нужно вписать правильный ответ в пустое поле, и вопросы с множественным и одиночным выбором. Одиночный выбор – это вопрос попроще, где только один правильный вариант ответа, а множественный выбор, соответственно, это там, где может быть несколько правильных ответов. Дополнительно к каждому вопросу мы можем прикрепить картинку. По очереди мы точно так же, как и в предыдущем сервисе, заполняем все вопросы, придумываем какое-то поздравление на выходе, сохраняем и публикуем. Дальше получаем ссылку, которой можно делиться. Дополнительно в настройках можно подключить форму регистрационную и попросить участников, например, указывать свою фамилию и имя. Тогда вы точно будете знать, кто и когда прошел ваш квест до конца. У вас появится более подробная статистика. А так, если эту настройку не использовать, квест будет анонимный, и участники могут таким образом получить приятные эмоции, немножко развлечься. Задания действительно очень необычно выглядят, локации тоже необычные, причем они постоянно пополняются, появляются новые. Есть тематические, к разным праздникам, например, к Дню Знаний, что там еще есть, к Новому году, естественно. В общем, стоит зайти, посмотреть, и наверняка что-то для себя вы в этом сервисе найдете. Единственное ограничение сервиса, это то, что можно создать только 20 проектов, но это имеется в виду активный. Если какой-то квест вам уже разонравился, и неактуально, его можно удалить, и на его месте создать уже что-то новенькое. Вот так выглядит сам вопрос для создания, с одиночным выбором вопрос, варианты ответов, обязательно отмечаем, который из этих вариантов правильный, и прикрепляем изображение. Еще один интересный сервис, называется Quest-отдел, тоже наша разработка. Давайте я вам сразу ссылку дам на сайт. Работать в нем можно без регистрации, абсолютно вот с нуля. Да, можете перейти по ссылке и посмотреть, как это все выглядит. Quest-отдел – это такой интересный сервис, который позволяет создавать квесты в двух форматах. Можно сделать квест с распечаткой и проводить его в комнате, в помещении, в классе, в аудитории оффлайн, то есть без привязки к интернету. Есть еще так называемый веб-квест без распечатки, когда он показывается на компьютере, и его решают с использованием компьютера. Давайте я вам пару ссылок отправлю. Вот так выглядит квест с распечаткой. В чем суть? Вы загадываете места, где прячете подсказки. Задача игрока – двигаться от одного места к другому, внутри комнаты, находить эти подсказки, решать, разгадывать разные головоломки, и последнее место – там будет скрываться приз. Как правило, такие квесты проводятся на дни рождения, на какие-то праздники. Можно такое устроить у себя в классе. Но поскольку мы сегодня про веб-квесты говорим, то мы сосредоточимся как раз на квесте, который создается без распечатки. Когда мы его создадим, этот квест, его можно скачать на компьютер в формате HTML-файла и открывать даже без доступа к интернету, просто на компьютере. И отвечать на вопросы, решать задачки. Если вы по второй ссылке перейдете, там вам предложат скачать его себе на компьютер. Не пугайтесь, там вирусов нет. Это мой собственный квест, который я здесь создала. Просто, например, если хотите, вы можете его себе сохранить на компьютер и посмотреть, как он работает. Ну, давайте я вам расскажу, как здесь все происходит. Для начала выбираем формат квеста. Нужен он нам с распечаткой или без. Я выбрала без. Выбираем возраст, на который рассчитан этот квест. Здесь от 0 до плюс бесконечности. Выставляем нужный возраст. И нам нужно, чтобы в каждом задании разгаданное слово было паролем для перехода к следующему слову. Нам места не нужно, потому что у нас квест происходит в интернете. Поэтому выбираем второй вариант. Пишем вступительную записку, которую участник получает на стартовом экране. Тебе нужно разгадать все головоломки, чтобы узнать, где находится сюрприз, решив все задачки. И переходим к первой же подсказке. Нам нужно написать секретное слово, а затем его зашифровать. Весь квест будет как раз состоять из таких секретных слов. Нам для этого нужен набор слов, которые мы будем шифровать. Давайте посмотрим. Вообще, перед тем, как перейдем, сразу скажу, что здесь можно квест вообще автоматически создать. Правда, он будет такой совершенно случайный. Есть кнопочка автоматическая генерация квеста. Мы просто указываем, сколько нам нужно подсказок, и сервис какие-то нам случайные слова и выражения выкидывает, и мы получаем квест. То есть так можно вообще за 2 минуты все создать. Но мы давайте пойдем своим путем и посмотрим, что здесь вообще есть. Итак, мы придумали первое слово, выбрали секретное слово для первой подсказки, и дальше нам нужно выбрать и способ шифрования этого слова. Здесь есть классические варианты. Например, карибусы, кроссворды. Это нам знакомые истории. Загадки. Например, когда мы выбираем вариант с загадкой, просто у сервиса есть какая-то библиотека этих загадок. Допустим, мы зашифровали слово, там, какой-нибудь заяц, например, и нам выдают загадку про зайца. Соответственно, вариант этот не подходит, если слова у нас какие-то более сложные. Допустим, там название городов зашифровали, рек, озер. Понятно, что таких загадок вряд ли мы найдем. Поэтому выбираем какой-нибудь другой способ шифрования. Я все рассказывать не буду, достаточно долго о каждом поговорить. Я парочку покажу вам, какие здесь бывают варианты. Ну, например, шифры. Шифровать можно разными способами. Здесь есть понятные нам шифры наоборот. То есть, когда цифра, вместо буквы «А» надо «Я» подставлять, когда алфавит наоборот. Есть совершенно сложные разные шифры. с такими нетрудно выговариваемыми названиями, с использованием специальных матриц, клавиатурные шрифты, там, решетки, зодиаки и тому подобные вещи. Шифры разные бывают. Есть попроще, есть посложнее. Когда участник открывает подсказку, ему кратко дается, с помощью какого ключа он должен ее расшифровать. Ключи могут быть разные. Может быть, просто указано, расшифруй с помощью вот этого. А иногда целые матрицы выдают, с помощью которых надо расшифровывать. Если нам какой-то вариант покажется сложным и недостаточно понятным, вот здесь есть кнопочка «Перегенерировать заново». Еще раз меняем и смотрим. Так нет. У каждого шифра есть уровень сложности и дополнительные настройки, которые помогают нам максимально точно подобрать подходящий вариант. Что касается шифров. О каждом шифре на сайте можно прочитать очень подробные истории, посмотреть и выбрать то, что подходит. Есть еще коды, тоже интересные штуки. Кодировать можно с помощью шрифта Брайля, флажной сигнализации, семафорной азбуки, азбуки Морзе, двоичного кода. В общем, все-все-все шрифты, которые только… Все-все шифры, коды, варианты загадок-разгадок все вы, наверное, собрали на этом сайте. Таким образом, мы зашифровываем набор слов и участник двигается от одного шифра к другому, от одной подсказки к другой, пока на выходе не получит какой-то итоговый вариант. Последнюю подсказку обязательно указываем, что она последняя, и в конце подписываем какую-то поздравительную вещь. Участник дошел до конца, его надо поздравить и дать ему указание на то место, где можно найти, например, подарок. Ну, или по вашему усмотрению, все, что считаете нужно. Еще, да, обязательно вот здесь ставим, что это подсказка последняя. Их можно… Этот квест можно нанизывать до бесконечности. То есть вот сколько вы придумаете слов, вот можно создавать одно за другим. Отдельно здесь есть такая опция, как генератор ребусов. То есть можно квест не создавать, можно просто нагенерировать ребусов. Я, например, на библионочь так делала, зашифровала много-много ребусов, и вот все участники, которые у нас в зал попадали, попадали в уголок шифровальщика, мы им выдавали ребусы, они их разгадывали, получали призы. Их можно, естественно, распечатать и использовать не только в электронном виде, но и на бумажном формате. Вот такая вот история. Это как раз последняя подсказка. Здесь мы указываем, здесь так и написано, записка с указанием места, где спрятан подарок. Мы здесь можем опять дать ссылку на веб-сайт, если у нас квест дистанционный, например, участник перейдет по этой ссылке, и там его ждет какой-нибудь подарок, приятники. Ну или что-нибудь другое на ваше усмотрение. Таким образом, здесь все создается, тоже достаточно несложно. И что мне здесь нравится, здесь можно в зависимости от возраста участников выбрать подходящий вариант, ну и, естественно, использовать не только в привязке к интернету. Еще один хороший сервис. Теперь уже перейдем к сервисам, которые у нас иностранные. Сервис Learning Apps. Наверняка вам известный сервис для создания разных игр, кроссвордов, викторин и тому подобных вещей. По-моему, я вам правильно дала ссылку. Сейчас еще ссылку номер 2 оброшу. Он позволяет в том числе, его технологии позволяют в том числе создавать вот такие вот квесты, как сейчас у меня на экране, состоящие из нескольких этапов. Каждый этап – это отдельная игра, созданная в сервисе Learning Apps. То есть в чем суть? Сначала мы создаем эти этапы, эти игры отдельно у себя в аккаунте, а затем собираем их вот на такой доске, которая называется «Коллекция приложений». На этой доске мы их размещаем в нужном порядке, подписываем, и задача после каждого этапа участник получает какое-нибудь ключевое слово, какой-нибудь артефакт, буковку, циферку или слово. На последнем этапе эти слова можно, например, отправить организаторам, собрать из них слово, предложение, перейти по какой-то ссылке полезной, закончив всю эту игру. Как здесь работает? Как я уже сказала, в начале мы собираем этапы, каждую игру отдельно у себя сохраняем в аккаунте. Обязательно в конце каждого этапа в разделе «Обратная связь» мы прописываем это самое ключевое слово, которое должен найти игрок, как только выполнит задание до конца. И так вот в каждом этапе. Более того, в этом сервисе, даже если вы не создали здесь игры, но нашли себе подходящую игру уже в коллекции, созданных другими пользователями, а здесь их огромное количество, вы можете в поиск зайти и набрать практически любую тему, и наверняка что-то по этой теме найдете. Так вот, если вы видите хорошую игру, созданную другим пользователем, то, как правило, под ней есть вот такая кнопочка. Не как правило, она там точно есть. Сохранить в моих упражнениях. Это значит, что эту игру вы переносите в свой аккаунт, и далее можете ее редактировать, добавлять туда обратную связь и ключевые слова, и задействовать ее в своем квесте. Ну, таким образом, между нами она будет уже переработанная вами, назовем это так. Либо вы можете собрать с нуля, здесь игры создаются достаточно просто по шаблонам. Итак, все игры мы собрали, ключевые слова подписали, а дальше идем в раздел «Создать коллекцию». Выбираем для коллекции фон, на котором будем размещать наши игры, и, собственно, эти игры добавляем через кнопочку «Добавить». Расставляем их в нужном порядке. Там, где кнопочка «Текст», мы можем подписать, что какой этап символизирует. Допустим, здесь мы напишем, что это этап зоологический, здесь минералогический, а здесь исторический. Здесь есть опция «Разблокировать приложение по очереди». У меня сейчас все три игры открыты, то есть их проходить можно в любом порядке, как захочется. А вообще есть еще более строгий режим, когда вы можете заблокировать последующие этапы, открыть только первый. И участник пока не выполнит первое задание, второе и третье он никак не сможет открыть. Можно настроить такой вариант. Ну и далее все, сохраняем, подписываем название, и на выходе обязательно какую-нибудь обратную связь даем участнику, что он молодец, выполнил задание, получил какой-нибудь приз обязательно, ну и вознаграждение. Опять-таки здесь можно дать ссылку на какой-нибудь ресурс, где можно это вознаграждение получить. И сохраняем нашу коллекцию. Вот таким образом создается квест. Здесь немножко уже посложнее будет технология, более трудозаемкая, трудоемкая, но все равно довольно интересно. К сожалению, другие игры, созданные в других сервисах, сюда вставить нельзя. Здесь можно работать только с самим сервисом, но он представляет более 20 форматов, самых разных игр, викторин и других заданий, поэтому квесты можно делать разные, с разными заданиями. Естественно, здесь никак ничего не ограничено, все бесплатно и на русском языке. Далее. Теперь более сложная технология, сервис Genial. Сейчас я вам много ссылок в чат накидаю, и по порядку про каждую ссылку расскажу. Спасибо за обратную связь. Да, особенно в детскую аудиторию это хорошо заходит, согласна с вами. Это сервис Genial. О нем я буду рассказывать, будет отдельный вебинар этому сервису посвящен. Сейчас просто расскажу о том, что на этом сервисе, в этом сервисе можно найти так называемые escape game. Ну, по сути, это игры, квесты, состоящие из нескольких этапов. Каждый этап – это набор вопросов. После каждого этапа участник получает какие-то баллы, артефакты, но чаще всего просто переходит на следующий уровень благополучно. В чем прелесть сервиса Genial? В том, что эти шаблоны уже готовы, они настроены. Там есть красивая анимация, там есть интересные изображения, там есть формы, куда нужно просто подставлять свои слова, свои вопросы и свои ответы. Таким образом, для неопытных пользователей это хорошая штука. Единственное, что сервис на английском, это немножко сложно, но можно Google Переводчик тут задействовать. И второе, то, что здесь часть шаблонов платные, но опять-таки их можно отсортировать и оставить только бесплатные форматы. Вот сейчас на экране у меня как раз разные квесты бесплатной тематики. Я вам расскажу о нескольких вариантах, которые ссылочки я вам до этого накидала. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот, например, квест рождественский. В преддверии Нового года это станет актуальным. Можно сделать новогодний квест по этому шаблону. Здесь, как вы видите, у нас 4 снежных шарика, 4 этапа. На каждом этапе участники выполняют какие-то задания. Например, отгадывают картинки, отвечают на вопросы, решают ребусы. Давайте посмотрим изнутри, как это смотрится. Вот так выглядит шаблон. Здесь, даже если вы не очень опытный знаток английского языка, здесь несложно. Это, допустим, первый этап. Он состоит из 4 вопросов викторины. Каждый вопрос викторины, как вы видите, на отдельном слайде. И здесь все организовано как презентация. То есть мы переходим со слайда на слайд и просто заменяем надписи на русском языке. Пишут, что ссылка не открывается. Не совсем поняла, какая именно не открывается. У меня вроде открывались все. Напишите, что не открывается. Вроде все открылось. Ну, по крайней мере, у меня открывается. Если открывается, напишите, что. Итак, вот, пожалуйста, первый вопрос нашего первого этапа. В рамочке мы вписываем сам вопрос. А здесь внизу варианты ответов. Right answer – это, соответственно, правильный ответ. Wrong – соответственно, неправильный. Нам всего лишь нужно расставить ответы. Правильный и неправильный – написать вопрос. И перейти к следующему вопросу. Таким образом, здесь все очень даже несложно. Здесь все настроено. То есть можно вернуться назад. Можно при нажатии, например, на неправильный ответ вас отбросит назад. И вы опять вернетесь к началу этапа. В случае правильного ответа вы наоборот начнете продвигаться вперед. Здесь вот эта техника, она здесь уже настроенная. Так что от нас требуется просто заменить задание и немножко подкорректировать. То есть дополнительно мы можем сюда, например, добавить картинку какую-нибудь, загрузить с компьютера или убрать что-то лишнее, что не влияет на ход игры. В общем, немножко подкорректировать этот шаблон. Как вы видите, все здесь, в общем, даже несложно. Ну, нет, открылась у меня эта ссылка. Спасибо за ссылочку. Итак, идем дальше. Другой квест. Это музейный квест. Но вот, как вы видите, его можно использовать и для книжных нужд. Здесь задача такая. Воры, грабители украли картины из рам. Нужно ответить на вопросы и вернуть картины в рамы. В данном случае это у нас музей книги. И у нас грабители украли не картины, а обложки книг. И нам нужно догадаться, что там за обложки спрятано. Вот, пожалуйста, примерно такая же технология, но история немножко другая. Отвечаем на вопросы, выбираем правильный ответ. И если он верный, то картинка появляется в раме. И все заканчивается благополучно. Изнутри квест выглядит вот так. То же самое слайды, они здесь с левой стороны. Тоже мы переходим от слайда к слайду и заменяем вопросы. Меняем задания, добавляем или убираем что-то ненужное. Здесь даже есть маршрут этого квеста. То есть мы переходим из первой комнаты во вторую и до самого конца. Пока не доходим у этого квеста. Далее есть еще квест по карте. Здесь мы можем загрузить, естественно, свою карту. На карте какие-то есть отсечки. Передвигаясь по этим отсечкам, мы отвечаем на вопросы. В данном случае это будут вопросы, посвященные этим странам, которые здесь отсечками обозначены. Ответили на вопросы, собрали какой-то шифр. Шифр подходит вот к этому ящику. И, собственно, ящик открывается. Единственное, что в Genial еще не дошло до такого совершенства, как то, что шифры здесь поменять, к сожалению, нельзя. То есть вот какой здесь заложен шифр, вшит в эту презентацию, допустим, 36, 38, то все, его уже не поменять. Поэтому один и тот же шаблон для разных квестов не использовать не надо, потому что получается, что один и тот же шифр не так уже будет интересно. Но шаблонов здесь много, и всегда можно найти что-то новенькое. Вот опять-таки изнутри это вот так выглядит. Каждый отдельный слайд, каждый отдельный этап с вопросами. Здесь квест более такой проработанный. Здесь на первом слайде прописывается миссия игры, что нужно сделать, такое вступление обширное, которое позволяет игрокам погрузиться в атмосферу приключений. Ну и последнее, это уже моя собственная игрушка. Это я делала на Библионочь. Библионочь, посвященный у нас был мистике, фантастике. Ну, в основном мистики всякое. Вот, пожалуйста, мистический квест тайны заброшенного дома. А сервис называется Джениали. Как здесь тоже все работает? Здесь у нас, в чем суть? Выгнать призрака из дома, вернее, освободить призрака. Он заперт в доме. Нам нужно переходить из комнаты в комнату, отвечать на вопросы. Если мы правильно ответим на вопросы, мы найдем какие-то артефакты. И когда мы соберем все артефакты, призрак обрадуется и, наконец, покинет этот дом. И получит освобождение. Такая вот история. Как это все выглядит? Здесь все в таких уже мистических черных тонах. Естественно, фоны, цвета, это все меняется. Я менять не стала, оставила шаблон, как есть. Просто немножко лишнее убрала, то, что мне не подходило под тематику. Это был мистический, одновременный краеведческий квест. И точно так же здесь у нас есть вопрос, здесь у нас есть варианты ответов. Тот, который у нас, извините. Ой. Так. Тот, который у нас правильный. Он ведет на следующую страничку. Тот, который неправильный, ведет назад. И вот таким образом я заполняла все слайды. Между ними уже была настроена анимация, переходы. И в итоге получился интересный квест. Надо сказать, что да, всем понравилось. Играли с удовольствием, и взрослые дети. Это было здорово. Так что на следующую библию ночь надо придумать еще что-то интересненькое. Так что квесты получились. Ну, что сказать про сервис Дженниали. Он, конечно, немножко сложнее, чем все предыдущее, что мы с вами посмотрели. Здесь уже потребуется и время, и старание, и какая-то фантазия. Ну, да, еще со звуком. Там можно звук подключить для особого устрашения. Звук тоже внутри шаблона сделан. Если вы уже стали продвинутым пользователем в этом сервисе, то вы можете делать квесты здесь самостоятельно. Посмотрите вот на эту механику. И здесь все это настраивается вручную. Правда, это, конечно, намного дольше будет. Но вы получите свой авторский квест, если освоите этот сервис. Так что, пожалуйста, пробуйте. Мне кажется, это интересный формат. Еще для создания квестов используют сервисы для интерактивных листов. Про интерактивные листы я уже как-то говорила. В чем суть интерактивного листа? Это где на одной странице, на одной веб-странице собрано несколько заданий. На них нужно по порядку отвечать и выполнять разные задания. И на выходе вы получите количество баллов, которые вы набрали, либо какую-то обратную связь, либо вы отправите это все организатору, организаторы вам пошлют обратную связь. Я точно не уверена, можно ли рабочие листы считать веб-квестами. Но, тем не менее, вот примерчик я нашла такого квеста, созданного с помощью сервиса Vizor. К сожалению, ссылка немножко туговата, она долго открываться может. У меня, по крайней мере, так с ней происходит. И еще, когда она откроется, у вас появится вот такое окошечко. Дело в том, что сервис Vizor, он создает рабочие листы, но листы закрытые. И чтобы попасть внутрь листа, нужно войти как студент. Вот последняя красная кнопочка внизу. Зайти как студент. Вы ее, если захотите, посмотрите, естественно. Нажмите. Там нужно представиться, просто написать никнейм. Не обязательно настоящим именем представляться. Придумать какой-нибудь пароль. Все равно какой. И зайти. И посмотреть тогда можно будет, как это выглядит. С одной стороны, это не очень удобно. Там пароли какие-то придумывать, еще что-то дополнительное вносить. Но с другой стороны, это позволяет создавать учебные квесты. То есть не развлекательные, а именно вот такие вот познавательные, когда участники отвечают на вопросы, а учитель потом с помощью статистики контролирует, что они сделали, что не сделали, сколько баллов набрали и тому подобные вещи. Так что, если вам нужен вот такой закрытый ресурс, ссылку на который будете иметь только вы и ваши ученики, и никто больше, можно воспользоваться этим сервисом. Опять-таки повторюсь, считать ли это квестом, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, давайте посмотрим, как это все сделано. Так, у меня почему-то постоянно слайды переключаются и пишут, что ошибка. Да что ж такое-то? О-о-о, у меня слайды перестали переключаться, я не понимаю, что происходит. Он все время возвращает меня на предыдущий слайд. Может быть, мне выйти из комнаты и снова зайти? Почему у меня вот такая вот ерунда происходит, я не понимаю, честно говоря. Первый раз такое. Давайте я выйду и снова зайду. Давайте на минутку сделаем так. Я перезагружу просто. Спасибо. Спасибо. Так, еще раз. Добрый день. Я подключилась. И вроде слайды перелистываются. Чудесно. Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, огонечки. Я надеюсь, что слышно. Все в порядке. Я не понимаю, что произошло. В общем, я вышла-зашла, вроде работает все. Спасибо за огонечки. Смотрите, что у нас с этим сервисом происходит. Сервис очень красивый и красочный. Предлагает разные красивые штучки для оформления. Можно новогодний квест создать, посвященный какому-то празднику. Либо можно более строгий, учебный создать. В общем, набор шаблонов, набор дизайнов перед вами с левой стороны. Выбираем дизайн, а дальше делаем блоками. Каждый этап квеста, допустим, это будет новое задание, новый блок. И давайте все эти блоки все быстренько посмотрим, какие здесь есть. Здесь можно создать открытые вопросы. Вопросы с выбором ответа, с заполнением пропусков, на интерактивном изображении, то есть найти какие-то метки на интерактивном изображении, их подписать. Игру на создание пары, на заполнение таблицы, на сортировку по категориям. Здесь можно рисовать, добавлять тексты, картинки и ссылки на разные веб-ресурсы, например, на Google карту или еще что-либо. Можно встраивать разные объекты. То есть здесь огромное количество самых разных блоков может быть. Это может быть действительно довольно интересное задание, если соединить разные типы. Да, сервис на английском, но опять-таки Google переводчик нам здесь поможет. Здесь, в общем-то, несложная технология, даже интуитивно все понятно. Вот давайте смотреть. Например, я выбрала вопрос с выбором ответа, классический вариант. Я выбрала вопрос, написала варианты ответа внизу, вот они. Отметила верный, конечно же. Здесь можно добавлять картинки и к вопросу, и к вариантам ответов. И сохраняем, перехожу к следующему. И так вот раз по разу здесь двигаюсь. Здесь можно наговаривать звуком, наговаривать голосом. Допустим, не текстом писать, как у меня, а можно подключить микрофон и задание давать голосом. Далее, например, вот такой вариант с интерактивным изображением. Интересная вещь. Нужно подписать, как зовут каждого богатыря. Мы просто наносим метки. Они будут по умолчанию пустыми. То есть участник увидит просто какие-то метки, а потом, щелкнув по этим меткам, начнет подписывать. Здесь можно устроить автоматическую проверку. В этом случае сначала вы все подпишите, все метки, а затем участник получит эту же картинку, но с пустыми отметками. И как только он впишет туда что-либо, сервис автоматически все проверит и выдаст ему количество баллов. За каждый этап вы можете назначать любое количество баллов. Здесь очень гибкие настройки. Вы можете какие-то задания сделать более сложными, какие-то более простыми и назначить разную стоимость разного задания. Что тут еще есть? Например, игра «Собери пару». Я, например, разбила русские пылины на две части. Нужно было из этих двух частей собрать название «Общее пылины». Как это делается? Я разбиваю какое-то понятие на две части и заполняю друг напротив друга два квадратика. И так двигаюсь дальше. Столько пар, сколько нужно. Сервис, естественно, все перемешает, и участник будет потом собирать это все мышкой. В качестве пар могут выступать не только тексты, как у меня, это могут быть картинки и даже аудиозаписи. Аудиофайлы все подключаются с компьютера. Про видео я бы тоже сказала, но, к сожалению, видео здесь только ютубовское поддерживается, а сейчас это, видимо, уже не актуально. Это игра на сортировку. Здесь мы придумываем несколько категорий, распределяем предметы или явления, или людей, живых существ по категориям. У меня, например, герои и враги. Вернее, понимаете, положительно-отрицательные. Я распределяю былинных героев сама по категориям, сохраняю, а сервис все перемешивает. И вот таких заданий здесь можно создать достаточно много, любое количество. Они все очень разнообразные, очень красиво оформлены и хорошо заходят в детскую аудиторию. На выходе получаем очень подробную статистику по каждому участнику. И, наверное, для тех, кто создает такие образовательные квесты, это хороший вариант. Ну, мы усложняемся. Дальше двигаемся. Это сервис Easy Travel. Ну, наверняка он вам знаком. Или слышали о нем что-то. Сервис Easy Travel – это сервис для создания аудиокидов. Это экскурсии с помощью мобильных устройств по карте города, например, где участники переходят с места на место. И как только они появляются возле какой-то достопримечательности, включается аудиогид, который рассказывает про эту достопримечательность. Вот так это работает. Здесь же в этом же сервисе есть возможность создавать квесты. Ссылку, к сожалению, я вам дать не могу, потому что этот квест привязан к местности, и даже на сайте они не открываются. То есть в чем суть? Это приложение нужно установить у себя на телефоне, скачать квест, который относится к вашей местности, например, по городу, и выйти именно в эту местность с вашим мобильным устройством. И прямо здесь, на местности, с помощью мобильного устройства вы проходите квест, двигаясь здесь от достопримечательности к достопримечательности, отвечаете на вопросы викторины. Если вы ответили верно, вам открывается следующий этап, и вы так от этапа к этапу переходите. Такую викторину, такую игру можно создавать для команд. Это сейчас с большой активностью используют библиотеки. Вы можете зайти на сайт Easy Travel и поискать там по названию своего населенного пункта, посмотреть, а что вообще создано в вашем городе, например. И можно эти квесты уже использовать самостоятельно или с игроками. А можно и самому их создать. Правда, немножко это будет сложно, хотя на сайте есть очень подробная инструкция. Если вы заблудитесь, там есть подсказки, и с их помощью можно достаточно быстро разобраться. Давайте я вам вкратце просто расскажу, как это работает. Это, по сути, тоже веб-квест, но уже привязанный к мобильным устройствам. Для создателя квеста нужно придумать маршрут, по которому будет двигаться наш квест. В городе, например. Внутри каждого маршрута есть этапы, они здесь называются сегменты, а внутри каждого сегмента достопримечательность, которую нужно искать. Допустим, это может быть библиотека, мемориальная доска, памятник, там все что угодно, дерево тоже, которое растет на какой-то улице, любое. Далее мы создаем эти этапы внутри этого сервиса. Вот они, сегменты у меня созданы слева, и внутри каждого сегмента прописываем достопримечательности. Вот у меня, например, библиотека, памятная доска, декокирование, три, допустим, достопримечательности. Дальше оформляем каждую достопримечательность отдельно. Технология у квеста может быть какая? Может быть, получаем мы только первый этап, начальную точку, первую достопримечательность, Все остальное закрыто. Чтобы перейти к следующей достопримечательности, нам нужно ответить на вопрос. Мы отвечаем на вопрос, получаем следующий этап. И так мы двигаемся от этапа к этапу. Какие-то достопримечательности открываются сразу, а какие-то мы можем скрыть. И даем после ответа на вопрос, не называем ее, а просто ее описываем. Участник должен своими усилиями до нее добраться. Карта не откроется, но подсказка будет дана, и участник по этой подсказке будет двигаться уже самостоятельно. То есть можно выбрать вариант, когда все достопримечательности будут открываться прямо с картой, а есть возможность ее скрыть. Посмотрим и то, и то, как это работает. Вот начало нашего квеста. Мы тут даем описание, придумываем какое-то вступительное слово. Подгружаем изображение. Это тоже интересно добавить, например. Ну и дальше переходим, собственно, к нашим сегментам и к нашим достопримечательностям. Вот у меня они здесь есть. Это уже другой вариант того же квеста. Вот три достопримечательности. Они все на карте точками уже позначены. Как только мы их добавляем, они появляются на карте. Для каждой достопримечательности мы прописываем какую-то викторину, на которую нужно ответить. То есть сначала идет какой-то текст. Текст можно написать, а можно дополнительно озвучку добавить. Не забываем, что Easy Travel – это аудиогид. И поэтому здесь лучше наговаривать текст на микрофон и прикрепить его с помощью сервиса. В обычном формате MP3 можно записать, наговорить и прикрепить. Потому что когда вы идете со смартфоном, текст читать на ходу неудобно. А аудио подключается в нужный момент, в нужный момент запускается. Вам даже не нужно никаких усилий предпринимать. Оно запустится в нужный момент, и вы сможете его послушать. Далее, после того, как вы слушаете аудио, появляется викторина. Викторина появляется на смартфоне. Вот эта викторина, варианты ответов, отмечаем правильный. Ну и в конце, в комментариях, можем добавить еще какой-то комментарий к этому правильному ответу. Там, допустим, дополнительную справочную информацию. Если хотим, если не хотим, то нет. Если участник ответил верно, ему открывается следующий этап. На карте показывается следующая точка. Показывается маршрут, как туда добраться. И участник двигается дальше по маршруту до следующей достопримечательности. И так мы их все обозначаем. Далее, если у нас достопримечательность скрыта. В этом случае, после викторины, мы пишем в комментариях, что нужно найти. Ну вот мы решили следующую достопримечательность скрыть. Обязательно в комментариях нам нужно написать подсказку. Как ее искать, поскольку карты не будет. И мы пишем, что на этой же улице есть еще один памятник. Вам нужно его найти. Улица, кстати, небольшая, поэтому мы уверены, что точно этот памятник будет найден. И сохраняем, естественно. Дальше нам нужно отметить, какие достопримечательности будут открыты, а какие скрыты. Вот эту последнюю мы отмечаем, что она скрыта. Чтобы нам сервис не показывал сразу карту. А карту скрыл и показал только комментарий. Сохраняем. Это у нас первоначальные настройки. Вот так у нас уже выглядит более-менее готовый квест. То есть у нас вот уже есть точки. Скрытая достопримечательность у нас обозначена желтым кружочком. Открытые, соответственно, серыми либо голубыми. Далее. Последние настройки. Они обозначаются вот таким вот ключиком. Каждые достопримечательности. В этой настройке мы говорим, что у нас каждый сегмент открывается, если был дан правильный ответ на вопрос. А если у нас достопримечательность скрытая, то сегмент открывается, когда пользователь посетил контрольную точку. То есть когда участник дошел до скрытой достопримечательности, все, этот этап засчитывается автоматически. Изи Тревел привязан к GPS-навигатору, поэтому он чувствует, как только пользователь дошел до скрытой достопримечательности, он сразу засчитывает этот этап как пройденный. Последний этап нужно отметить, что он последний, что он заканчивает квест. Ну и в конце обычно пишут какую-нибудь поздравительную вещь. Молодец, ты дошел. Поздравляем с выполнением квеста. Ну и в конце участник получает, собственно, статистику, сколько баллов он набрал за каждый правильный ответ и сколько времени он потратил на прохождение квеста. Здесь, конечно, технология немножко запутанная, особенно на первых порах, когда только-только начинаешь что-то создавать, но довольно интересно это работает. На последнем этапе, когда вы квест уже создали, вам нужно будет самостоятельно, во-первых, проверить его на компьютере, как это все выглядит, а потом по этой карте пройти со смартфоном и проверить, чтобы в нужных местах срабатывал Изи Тревел, включал то, что надо, показывал векторины, показывал скрытые объекты, и все это работало. Таким образом функциональность это проверяется на местности. Ну а дальше в этот квест можете рекомендовать своим учащимся, школьникам, проводить в библиотеках, можно в команды в этот квест играть. В общем, тут технология такая довольно интересная и распространенная. Ну и несколько слов, как я уже говорила, о долгосрочных квестах, о квестах, которые на долгое время рассчитаны, вот как раз предполагают какое-то проблемное задание, хотя оброблены в такую интересную форму. Например, это может быть опять-таки какие-то расследования, какие-то раскрытия тайн, поиски сокровищ в том числе, в общем, многое-многое другое. В этих случаях задания уже будут носить более творческий характер, не просто поотвечать на вопросы, а, допустим, создать какую-нибудь фанфикшн по материалам книги, например, написать фанфик. Допустим, скомпилировать какую-то информацию и создать там какой-нибудь информационный бюллетень, какую-нибудь ленту времени. Найти информацию на предложенных ресурсах, из нее что-либо создать, выявить какие-то факты, расследовать какую-то загадку, используя логику, провести журналистское расследование. В общем, придумать здесь можно много, но в этом случае квест будет долгосрочный, на несколько недель рассчитанный, это точно. В этом случае инструменты нам понадобятся уже немножко другие, более серьезные, и здесь как раз проработана структура таких квестов. То есть сначала нужно какое-то вступление, чтобы участник погрузился и понял, что от него требуется. Центральное задание, то есть что в итоге должно получиться. Список ресурсов, которые ему нужны для выполнения этого задания. Может быть, это веб-ресурсы, книги какие-то, не знаю, электронные ресурсы. Этапы пути, на каждом этапе какое-то маленькое задание, которое все вместе, они решают центральную проблему. Руководство действием на каждом этапе. Далее, если вы планируете давать оценку, то должны прописаны быть критерии этой оценки. Ну и в конце заключения, когда участник все здесь, выполните задание, ему в конце какой-нибудь бонус приятный предполагается. Естественно, это идеальный квест. Не обязательно все эти этапы использовать. Но, тем не менее, в литературе такая технология присутствует. Давайте посмотрим, что у нас есть из долгосрочных вариантов. Например, можно воспользоваться платформой Blogspot. Это платформа для создания блогов. Блогер называется. Это платформа. Может быть, вы пользовались или видели. Одно время очень много библиотечных блогов существовало на этой платформе. Сейчас эта платформа стала опять хорошо работать. Одно время были какие-то перебои, с ней не все хорошо отображалось. Сейчас, фу-су-тфу, все хорошо работает. Вот пример такого квеста. Здесь как раз ролевая игра с тремя уровнями. От лица какого-то действующего лица из поэмы «Мертвые души» предстоит выполнить задание. И, в общем, тут прописано довольно все подробно. Чем хорош этот сервис? Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он довольно простой. Вы, по сути, создаете маленький веб-ресурс, на котором отдельными сообщениями прописывать можно и задачи, и какие-то, вот как здесь входная анкета, отчеты каждой группы, которые участвовали в этом квесте. То есть здесь все довольно подробно разработано. Вы можете полистать, просто посмотреть, как здесь все устроено и сделать что-то похожее, если понравится. Сам блогер изнутри выглядит примерно вот так. Это я своего собственного сайта взяла изнанку. Как выглядит, покажу. Здесь обычный текст, внутрь которого мы вставляем изображение. Можно вставить гиперссылки, можно добавить, ну, видео пропустим, ладно, можно добавить разные цитаты, красиво это все оформить и сохранить. Делается все это достаточно быстро. И таким образом вы можете каждый новый этап открывать в определенное время. Например, на прохождение каждого этапа вы выделяете неделю, и вот в начале следующей недели открываете следующее сообщение. Здесь есть такой вариант, как отложенный постинг. То есть вы можете прописать время, когда это будет опубликовано. И именно в конкретно в этот момент времени этот этап откроется. Это задание будет доступно для выполнения. А то предыдущее задание вы можете, наоборот, отменить у него публикацию, закрыть его, если захотите, либо оставить, пусть будет. Для тех, кто опоздал и не успел. В общем, здесь полезные инструменты, которые можно использовать для как раз создания вот таких интересных ролевых квестов. Еще можно использовать Google сайты. Они тоже довольно интересные и довольно несложные на русском языке конструктор. Естественно, здесь и в одном, и в другом случае нужен Google аккаунт. Но если он у вас есть, даже несмотря на разные трудности, до сих пор Google аккаунт можно создавать. Главное не привязывать его к своему телефону. Привязывайте к другой электронной почте. Аккаунт, телефон не указывайте, иначе регистрации не удастся. Собственно, к почте до сих пор можно привязать. К другой, я имею в виду. Итак, Google сайт. Здесь тоже возможность создать свой ресурс. Здесь, правда, нет отложенного постинга. Здесь вы можете скрывать какие-то этапы тоже и давать просто на них ссылку после окончания первого этапа. Либо какими-то другими способами это сделать. Для того, чтобы создать Google сайт, выбираем один шаблончик, а изнутри шаблон выглядит вот так. Внутрь можно на странице здесь добавлять и тексты, и картинки, и разные встраиваемые объекты по коду. С Google диска можно разные объекты добавлять. Можно карты Google добавлять, документы, презентации, таблицы и многое-многое другое. Здесь есть даже разные макеты фотогалереи, очень красивые. Таким образом, можно тоже минимальными усилиями создать интересный веб-ресурс и разместить на нем свой квест. Здесь можно создать любое количество страниц. Например, чаще всего страницы используются для каждого отдельного этапа. Один этап, одна страничка. Есть стартовая, на которой дано общее задание, и есть потом каждый отдельный этап на отдельной страничке. Их можно скрывать и открывать их по порядку. Давайте смотреть. Пишут, что звук пропал. Будьте добры, просигнализируйте, есть ли звук. Сегодня какие-то у нас проблемы периодически возникают. Да, звук есть, спасибо. Ну, что я могу сказать. Если нет звука, то надо попробовать перезайти. Видимо, иногда на платформе бывают сбои. Давайте я вам ссылочку отправлю, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот, например, интересный квест. Называется «По следам капитана Гранта». Который реализован как раз с помощью Google сайта. Как здесь все работает. На стартовой страничке вы увидите морскую рынду, которая дает старт квесту. Это обычная картинка, к которой привязана ссылка на страницу с квестом. Нажав на картинку, мы переходим на страницу с первым этапом и приступаем к выполнению первой задачи. На сайте размещен материал, который поможет в решении задач. То есть предполагается, что участники сначала исследуют материал, ознакомятся с ним, ну и затем уже перейдут, собственно, к выполнению заданий. Вот, пожалуйста, после того, как мы ударили в рынду, нам открывается знакомый нам сервис Learning Apps. Дается ребус, который нужно решить. И как только мы его решим, нам в качестве обратной связи дают ссылку на следующий этап. И мы начинаем наш квест проходить по этой ссылке. То есть на самом сайте все закрыто. Но если мы ответим правильно на вопрос, нам открывается страничка этого сайта, и мы на нее попадаем. Изображение на блогах можно увидеть только через VPN. Вы знаете, у меня вот блог открывается с картинками. Если по ссылке перейти, которую я чуть выше дала, то у меня все работает. И сайты у меня тоже работают. Ну, видимо, это зависит от провайдера. Что же я могу теперь сказать? В принципе, вы можете взять любой конструктор сайтов. Не обязательно Google, это может быть. Я вам просто показываю технологию. Ну, а дальше уже в зависимости от наших возможностей. Так, опять пишут, что звук пропал. Да что ж такое-то сегодня? Я уже заканчиваю. Огонечек есть. Значит, звук есть. Да, все слышно. Отлично. Вот таким образом мы соединяем здесь три варианта. Мы создаем веб-ресурс, тот же самый Google сайт, допустим. Мы размещаем на нем задание. С помощью Ленина мы создаем обратную связь и ссылки на следующие этапы. Ну, и в конце участники, выполняя задание, получают набор ключевых слов, которые отправляют организаторам. Вы можете разработать специальную форму отправки комментариев, любую, например, любой опросник, Google форма, Яндекс форма, любой конструктор, который вам нравится. Туда участники будут записывать ключевые слова и отправлять вам. Вы можете электронную почту создать. Да, можно сделать сайты на тильте. Сейчас я вам покажу и такой вариант. Вот другой же вариант тоже с Google связанный. Здесь уже все этапы открыты. Вот здесь как раз выполнять можно в любом порядке. Здесь можно перейти от этапа к этапу и выполнить то, что нравится. Тоже собрать ключевые слова и отправить организаторам. Технология такая. Что касается тильды. Да, в принципе, можно при желании создать на любом конструкторе сайтов, которым вы пользуетесь. На WordPress, на что там у нас еще есть из известных. Как тильда, опять-таки. Вот вариант с тильдой. Такая же история. Каждый новый этап отмечается на новой страничке. Открывается только первый этап. Это квест очень серьезный. Здесь он по профориентации. То есть здесь участникам нужно попробовать себя в разных профессиях и выполнить какие-то задания. На первом этапе они бывают геймдизайнерами, разрабатывают игру. Открывается здесь первый этап. Но дальше мы уже не пойдем, потому что мы не дизайнеры все-таки. Но посмотреть, как это устроено, можно. Здесь создается вот столько, сколько здесь у нас. Шесть этапов, шесть страниц. И седьмая страница стартовая. Участник выполняет задание, отправляет организаторам. Организаторы в ответ на выполненные задания отправляют ссылку на следующий этап. Ссылка на следующую страничку. И так у нас происходит движение внутри квеста. Так что технологии, в принципе, здесь похожие. А какой конструктор выбирать, это уже зависит от каждого пользователя. Давайте посмотрим на тильду изнутри. О ней можно долго рассказывать. В чем здесь интерес? Тильда очень полезная штука в плане настроек. Здесь безумное количество разных шаблонов по каждому блоку. Вы можете и обложку оформить, и тексты, и картинки, и любой элемент вашего сайта. Можно очень подробно оформить в плане анимации, настройки типографики, расстояния между буквами, визуального оформления и тому подобные вещи. Вот, пожалуйста, список блоков, которые можно вставить на сайт. Кроме обложки, заголовков, здесь еще есть возможность добавлять фотогалереи, различные формы опросников, интерактивные кнопки, разделители и разные другие подобные вещи. У каждого блока, как вы видите, очень приличные настройки. Это, например, настройки тут у нас анимация, выравнивание, высота, цвет и так далее. Разные фильтры. И после того, как мы блок создали, мы его сохраняем. И вот так по порядку один блок за другим добавляем на страницу. Здесь блочный конструктор. Единственный недостаток тильды в том, что здесь бесплатно можно создать только 50 страниц, и бесплатный аккаунт немножко ограничен. То есть, например, мы не можем создать здесь встраиваемый объект. То есть, если мы захотим бесплатно создать встраиваемое нечто, то мы можем только это ссылочкой дать. Встроить не получится прямо на страницу, если подписка бесплатная. Ну, а так в целом сервис отечественный и проблем не должно возникнуть. Я думаю, можно и на тильде попробовать, если что. Ну и последний вариант. Сервис называется BookWidgets. Англоязычный сервис, но он переведен на русский язык. Если вы не хотите заморачиваться с сайтами, сайт может прийти к вам. Это вариант, когда вам дают просто маленький сайтик, маленький кусочек веб-странички, на которой уже намечены страницы, намечены этапы, как вы видите, они внизу. То есть, введение. Здесь мы прописываем нечто, что встречает участников при входе в квест. Задача. Что им нужно сделать. Процесс. Это этапы. Ну и заключение. То, что они получают в конце. Здесь нет критериев оценки, но вы можете их добавить при желании. Эти блоки – это не статичные элементы. Их можно менять, что-то удалять, что-то добавлять. Давайте посмотрим, как здесь все работает. Вот так выглядит изнутри конструктор. Мы прописываем странички, так называемые. И на каждой страничке размещаем какую-то информацию. Но самое, наверное, нужное – это вот где процесс у нас. Там будут размещаться наши задания. Получаем страницу практически как на сайте. Все то же самое. Здесь очень мало кнопочек. Здесь не нужно особенно разбираться, что есть, что. На эту пустую страницу мы можем давать фотографии, ссылки, встраиваемые объекты, таблицы, написать какой-нибудь текст, дать задания. Ну вот у меня, например, в том квесте, который я вам дала, я там строила задания из «Ёнинепс» «Немудушество и лукаво». Уже были готовые задания. Я их просто разместила здесь внутри. И так одно за другим мы добавляем каждый новый этап. Участники переходят от этапа к этапу, опять-таки собирают ключевые слова. И на последнем этапе у меня там встроена обратная связь, форма обратной связи, где нужно вписать три ключевых слова. И если участники справятся верно, то, соответственно, они молодцы. Таким образом, вот здесь можно устроить квест, не создавая сайты, блоги, вот совсем этим не заморачиваясь, здесь есть такая возможность. Статистика здесь очень подробная. Вы можете давать не только задания, такие как у меня викторинки простенькие, вы можете давать более развернутые задания, написать сочинения, написать какую-нибудь творческую работу и тому подобные вещи. Все это вот такие задания, которые надо вручную проверять, будут приходить к вам в личный кабинет, и вы можете их вручную проверять и давать какие-то оценки, оценивать более подробно. Так что в этом смысле здесь довольно удачный вариант. Опять-таки про недостатки. К сожалению, этот сервис бесплатную демо-версию дает на 30 дней, на месяц. После этого вы не сможете уже редактировать квесты, создавать новые квесты, но доступ к нему у вас сохраняется, и сохраняется доступ к статистике. Вы точно так же его можете использовать в работе, смотреть статистику, рекомендовать его ученикам, например. Если заходить и больше создать, то приходится, к сожалению, создавать новый аккаунт. Одно время, когда были платежи возможны, можно было приобрести платную подписку, она очень смешные деньги на самом деле стоила, и у меня была такая подписка. К сожалению, сейчас это уже невозможно без карты зарубежного банка. Потому что сервис вообще чудесный, он внутри позволяет не только создавать такие квесты, посмотреть, что он умеет делать. Рабочие листы, виртуальные доски разного вида опросы, игры, пазлы, кроссворды, разные блок-схемы, игры со словами, учебные карточки, ленты времени. В общем, здесь огромное количество, более 30 разных шаблонов. Чем-то напоминает Ленин Эпс, но такой более серьезного формата. Ленин Эпс такой более на детскую аудиторию рассчитывает. Здесь немножко посерьезнее, и большой плюс, что здесь все на русском языке. Так что вот, можно его тоже взять на вооружение и попробовать. Вдруг что-нибудь хорошее получится создать. Вот, на этом такой вот обзор небольшой я сегодня закончу. Как всегда, здесь у меня собраны разные обучающие материалы, справки, обучалки, пошаговые инструкции, все, что вам может пригодиться, если вы вдруг решите создать квест на какой-нибудь платформе или с помощью какого-либо сайта. Спасибо вам большое за внимание. Буквально несколько слов. И еще одна небольшая ссылочка для коллекции вам в чат. Она здесь у меня на слайдах, ее нет. Вот, пожалуйста, добавляю вам ее в чат. Это коллективная копилка библиотечных веб-квестов. Когда-то эта коллекция была создана библиотекарями России в рамках обучающего мастер-класса по веб-квестам. И до сих пор эта презентация жива. И я надеюсь, что ссылки там тоже по большей части активны до сих пор. Можно сохранить себе эту ссылочку, вдруг пригодится. В плане идей. Может быть, даже не в плане того, как это сделано, а в плане, какие могут быть идеи для квестов. Обычно вот как раз на этапе идеи иногда возникает такой затор. И вот, пожалуйста, идеи можно здесь подхватить. Там интересные есть варианты. Как всегда, спасибо вам большое за внимание. Прошу прощения, что сегодня какая-то такая ерунда получилась с техникой. Все мои координаты на слайде и в чате. Вот, пожалуйста, если захотите, подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. У меня сейчас будет небольшая пауза. Я надеюсь, что 18 ноября получится стартовать курс информационной технологии. Мой авторский курс. В этом году он будет необычный по нескольким причинам. Во-первых, это будет, что называется, с колес. Потому что многие сервисы стали недоступны. Некоторые сервисы работают с перебоями. И, в общем, нам придется выкручиваться, искать полезные инструменты, но те, которые рабочие. И я надеюсь, у нас получится это все реализовать. Вторая необычность – то, что в этот курс добавлены нейросети. Не в большом количестве, конечно, по-прежнему. Основная масса – это сервисы, которые заявлены в программе. Но в качестве такого приятного бонуса участники курса получат еще информацию о нейросетях, которые им помогут в работе. Такой дополнительный стимул к работе. Ну и еще что здесь будет? Здесь будут трехуровневые задания. Я подумала, что, наверное, поскольку уровень знаний у всех участников курса разный, то я подумала о том, чтобы в зависимости от уровня сложности придумать три типа заданий. Для начинающих, для тех, кто уже ориентируется в информационных технологиях, и для продвинутых пользователей. Для первых, чтобы им не было сложно чересчур, а для последних, чтобы им не было скучно. Надеюсь, что все получится. Так что, если захотите поучиться немножко, что-то не только послушать, но и поделать, а еще и получить в итоге документ установленного образца, который засчитывается как курсы повышения квалификации. Так что, добро пожаловать на курс. Мы стартуем 18 ноября. И продлится это 4 недели. Следующий, соответственно, вебинар у нас выйдет уже после 4 недель. Это будет уже ближе к концу декабря. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И до встречи. В следующий раз мы как раз поговорим о сервисе, по-моему, у меня там дальше. Ну, ладно, я не буду интригу открывать. Следующие вебинары ищите на портале Директ Академии. Зарегистрируйтесь, подписывайтесь. Я надеюсь, что будет и дальше интересно. Всего доброго. Берегите себя.